Уважаемые депутаты, подходит к завершению деятельность Думы 5-го созыва, и за эти 5 лет была проделана достаточно большая работа по изменению и по совершенствованию нашего законодательства. Мы приняли 668 законов. Большой блок законов направлен на развитие социальной сферы, поддержку института семьи. Мы ввели региональный материнский капитал, закрепили выделение земельных участков многодетным семьям, приняли закон об оказании бесплатной юридической помощи лихотным категориям граждан. Мы законодательно обеспечивали процессы модернизации здравоохранения, образования, развития сети дошкольных учреждений. В этот период были приняты базовые законы об образовании и молодежной политике. Во время работы нашего созыва мы перешли на формирование трехлетнего бюджета, что позволило ввести более четкое и перспективное планирование. В последние годы Рязанская область активно участвует в федеральных программах на условиях софинансирования. Благодаря этому в нашем регионе появились крупные дорожные объекты, физкультурно-оздоровительные комплексы, медицинские учреждения. Тысячи граждан были расселены из аварийного жилищного фонда. Строятся новые детские сады. Все это требовало, безусловно, оперативной, четкой работы с бюджетом. И я считаю, что мы с этой работой справились. Депутаты 5-го созыва приняли закон о создании регионального дорожного фонда, а затем и закон о муниципальных дорожных фондах. Мы внесли свой вклад в укрепление институтов гражданского общества на территории нашего региона. Были приняты законы об уполномоченном по правам человека, об уполномоченном по правам ребенка, закон о господдержке социально ориентированных некоммерческих организаций, а также возвращены всенародные выборы губернатора. В течение 5-го созыва вносились изменения в законодательство о малом и среднем предпринимательстве, о регулировании земельных отношений, о градостроительной деятельности, управлении государственной собственностью, что позволило создать преференции для тех, кто работает в реальном секторе экономики и установить более четкий порядок распоряжений имущественными и земельными ресурсами. Депутатский корпус оперативно реагирует на те проблемы, которые возникают в регионе. И если мы с вами вернемся на 5 лет назад, 2010 год, когда в максимально сжатые сроки была разработана и принята законодательная база для ликвидации последствий пожаров, восстановления населенных пунктов, оказания помощи людям. Мы приняли блок законов, направленных на снижение алкоголизации населения и распространение алкогольной продукции. Также запрещена розничная реализация алкогольных энергетиков на территории региона, ограничена продажа безалкогольных тонизирующих напитков для несовершеннолетних. Не продается алкоголь и в дни детских и молодежных праздников. Региональные парламенты не только законодательные органы власти, но и представительные. В связи с этим идет расширение контролирующих функций. Стали уже традиционными ежегодные отчеты о деятельности регионального правительства, управления МВД, контрольно-счетной палаты, полномоченного по правам человека и ребенка. Меняется и механизм принятия закона. Все больше возможностей для участия в законотворческом процессе появляется у представителей общественных организаций, профессиональных сообществ, жителей нашей области. Все социально важные законопроекты проходят предварительное обсуждение в форме публичных слушаний, круглых столов, расширенных заседаний комитетов. С 2010 года ведется прямая интернет-трансляция всех заседаний Думы. У нас с вами есть случаи, когда обращения граждан стали основой законодательной инициативы. Например, если вы помните обращение сельского учителя Тарасова Василия Апанасьевича в 2014 году, и был детально рассмотрен депутатами и принят закон, упрощающий сельским специалистам процедуру подтверждения льгот по услугам ЖКХ. Сегодня я хотел бы выразить благодарность всему депутатскому корпусу за плодотворную работу на благо Рязанского края и законодательное обеспечение укрепления экономики и социальной сферы региона. От имени всех депутатов хотел также поблагодарить за конструктивное взаимодействие исполнительные и законодательные органы власти, нашего губернатора, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, правительства Рязанской области, правоохранительные органы и прокуратуру, представителей общественности, средств массовой информации, которые внесли свой вклад в развитие регионального законодательства. Спасибо за работу, спасибо за внимание.